Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и на продаже появилась ISU-122S. Предложение я предлагаю обойти стороной, причем десятой дорогой. Я не считаю данную ПТ-шку настолько интересной, чтобы ее покупать в принципе, а уж тем более, чтобы покупать ее в составе мини-наборщика. Почему говорю мини-наборщика? Потому что здесь есть открытое все оборудование за целых 5000 золотом. Если этой информации вам достаточно, был рад быть вам полезен, ну и соответственно до будущих встреч в новых видео. Ну а если все-таки этой информации вам недостаточно и вы хотите получить пояснение, почему не стоит ее покупать, то тогда оставайтесь и давайте будем продолжать. Что собой представляет ISU-122S в принципе как ПТ-ха? Она абсолютно ничем не отличается от проходной СУ-152 на одном из ее орудий. Тот же самый ДПМ, та же самая цифра по пробитию, альфа, все как вы видите, то же самое, копейка в копейку. Сведение то же самое, разброс, ну типа немножечко лучше, но поверьте, вы этого не заметите. Точно так же, как и скорость хода назад, 12 от 11, хрен вы отличите в реальном бою. Мощность двигателя вы тоже нормально не прочувствуете, потому что здесь, да, целых 100 лошадиных сил, но все-таки, ребят, ну блин, не смешите меня. Это две одинаковых ПТ-хи. Да, они немножко отличаются по бронированию, но этого вы тоже не прочувствуете. И доходность 150% против 92. Напомню, ребят, 5000 золотом за ПТ-ху седьмого уровня. Да лучше доложите голды, эндек 500, пускай максимум 1000 и купите себе годную восьмерку на аукционе, на черную пятницу. Я не знаю, порой Лёву выставляют, так на нем хоть фармить можно нормально на восьмом уровне. Также стоит отметить, что вот эту вот ПТ-шку продавали в похожем наборе, я имею ввиду ПТ-ха, слот в ангаре, открытое все оборудование. И помните, были еще такие звоночки. Так вот, ребят, вот в этом предложении данная ПТ-ха стоила не 5000 голды, как сейчас, а 3000 золота. И с учетом того, что это полная дублируемая копия другой ПТ-хи проходной на седьмом уровне, я тогда за 3000 золота не рекомендовал приобретать данную ПТ-шку. Но что уж говорить сейчас про 5000 ценник. Я думаю, что другого мнения, кроме как просто отваливаем и идем мимо, быть в данном случае не может. Давайте все-таки заценим ТТ-ха и выйдем в бой для справедливости. Время сведения 4.1, для урона в 400 единиц вполне себе, я бы сказал, оправданная цифра. Что касается разброса, то в целом тоже нормальный. 3300 единиц ДПМа для седьмого уровня действительно круто, потому что есть время перезарядки в 7,2 секунды, что я считаю очень годным показателем, опять-таки при уроне в 400 единиц. Пробитие 195 и 237, если вдруг не хватает, можете поставить себе калиброванные снаряды и станет существенно выше. Ул уровень склонения Адурдия вниз, минус 6, и да, здесь я соглашусь, это пускай не имба, но для ПТ-хи, я бы сказал, вполне себе приемлемый показатель. Ну что, поехали, остальное в бою обсуждать будем. Итак, ребят, поехали, и давайте сразу расставим точки над Йо. Я хочу сказать о чем? Я хочу сказать о том, что данная ПТ-ха не является интересной к приобретению по наличию определенных обстоятельств. Я к чему сейчас это говорю? Чтобы сейчас попытаться упредить огромное количество всякого рода неприятных комментариев, которых будут писать мне по поводу того, что нет, эта ПТ-ха хорошая, и она стоит того, чтобы она у тебя была, и она неплохо фармит, и у нее очень хороший результат по настрелу. Ребят, я не спорю с тем, что данная ПТ-ха, она хорошо сбалансированная, она нормально играется, на ней можно накидывать хороший урон, она действительно интересная в отношении разового урона. Я не спорю с этим абсолютно. Ребят, я просто говорю о том, что данная ПТ-ха является копией проходной машины, и что платить за проходную машину, как за премиумную тачку, нет абсолютно никакого смысла. Я считаю, что премиумная машина, она должна обладать определенными позитивными качествами, которые ярко отличают ее от проходных машин. И тогда имеет смысл платить голду, платить реальные деньги за золото, либо за саму машину, для того, чтобы получить кардинально другие ощущения в бою, для того, чтобы получить кардинально другие фановые впечатления от того, как ты играешь на том или ином танке, ПТ-шке, или, не знаю, там, может когда-нибудь автомобили появятся в нашей игре. Я говорю именно об этом. Говорю о том, что нет смысла покупать Деу Ланос, который просто Деу Ланос, но крашеный в золотой цвет и по цене действительно какой-то крутой тачки. Вот и все. Я не пытаюсь сейчас ни в коем случае данную машину обидеть. Она действительно классная, она действительно годная, она действительно могет, или могет, как там правильно, напишите в комментариях. Но просто могет она то же самое, что могет и обычный танк. И значит, нет смысла за это дело переплачивать. А уж тем более нет смысла переплачивать за данную ПТ-ху, с учетом того, что она, ну я не знаю, с какого-то дивного переполоха стала дороже практически в два раза. Она стоила 3000 золота, ставила стоить 5000 золота. С чего этот ценник поднялся? Но я не знаю, если бы в набор положили там дни према, которые сейчас являются редкостью, положили бы туда какие-то контейнеры для любителей. Ну и то, все равно, я не знаю, что там надо положить в набор к ПТ-шке, которая стоит 3000, чтобы этот набор начал стоить 5000. Ну вот и все. Не знаю, может я не прав, но, ребят, пожалуйста, если вы будете писать какое-то острое, кардинально отличающееся от моего мнения в комментариях, я не против этого. Но только попытайтесь сначала все взвесить и нормально обоснуйте свое мнение, а не просто напишите «ГСН, ты не прав». Ну, потому что в таком случае так может сказать каждый, да и в принципе о чем угодно. Что касается результативности данной машины. В этом бою не очень хорошая результативность вышла. Ехать еще в один бой не вижу абсолютно никакого смысла. Те ребята, которые проходили ветку советских ПТ-шек и в принципе проходили через 152-го, то в принципе они знают, что это такое и знают, что это за геймплей. 1234 урона. В основном можно вполне спокойно выходить. 1800-2000. Орудие действительно уронное. За выстрел дает довольно неплохой показатель. Что касается точности орудия и других вещей, тут тоже все на вполне себе нормальном уровне. Что касается нашей результативности, второе место в команде по урону. Что я лично считаю показателем не очень хорошим. Мог реально вытянуть на первое место в команде по урону. Ну, вот так вот сложилось. Особой броней машина не обладает, поэтому рваться прям сразу на передовую я лично никакого смысла не видел. И все-таки ИСУ-122С, ровно как ИСУ-152, это ПТ-шки, на которых стоит в первую очередь играть на дальних расстояниях и заниматься снайперингом. А эта машина действительно способна. Здесь спорить не буду. Я показал вам чистую правду про ИСУ-122С или С и высказал абсолютно честное мнение. Как вы сами понимаете, никем не проплачено. И если вы за честность на канале, если вы за честность автора, то обязательно прямо сейчас подписывайтесь на этот канал, потому что здесь вас никто никогда не обманет и не порекомендует потратить вам вашу кровную голду на что-либо, что потенциально может вас расстроить. Побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира, ну и как обычно, спокойствие. Пока-пока.